Мы не имеем права использовать какие-то цвета, мы не имеем права использовать золотую арку, допустим. Мы не имеем права использовать любое упоминание о Макдональдсе и других вещах. На сегодняшний день 98%, извините, 97%. Биг Мак, это же самая фишка, с чего все, в принципе, начиналось. Это же история Макдональдса. Это действительно так. Я вам еще раз повторюсь, мы найдем аналог России, мы обязательно сделаем что-то похожее. Может быть, хуже, лучше, маленько, но, по крайней мере, хуже мы не будем стараться. Будем стараться сделать лучше, чтобы это блюдо тоже понравилось нашим посетителям, гостям. Сохранить – это одно из условий. Это ценности, которые были в Макдональдсе. Люди, которые здесь работают. Вот это я должен точно сохранить. И, естественно, меня там спрашивали, если Макдональдс вдруг придет через 10-15 лет, что вы будете? Вы вынуждены будете обратно продать? Я могу, в принципе, отвечать на любые вопросы. Вот. Что же касается... У нас какие-то есть и штатные, и нештатные договоренности. Я буду вынужден какие-то вещи, на какие-то вещи пойти. Но я думаю, что компания, увидя наш хороший рост, хорошее развитие, я одно из своих вопросов, которые задавал. Мой вопрос был, что если даже вы будете когда-либо возвращаться через 10-15 лет, то я настаиваю на мастер-франшизе по всей России. То есть те рестораны, которые приобрел, те, которые мы до 1000 доведем, да, это будут уже, естественно, наши рестораны. Но на ту часть, которую я приобрел, я буду иметь первый доступ на мастер-франшизе.